Улица Миров, станица Анапска меняет облик. Ямы на дороге засыпаны мелкофракционным щебнем. Каток ровняет слой за слоем. Жители рядом стоящих домов выходят посмотреть на работу. Гридеристы, указчики, погрузчики ведут подготовку технологической подушки, на которую слой за слоем ляжет асфальт. Все по стандарту и не сантиметром меньше. Работы у нас идут планово. На территории района работают 4 грейдера, 2 катка, 2 погрузчика. Работы выполняются в двух сельских округах. Это в Гостагаевском и в Анапском. До Нового года у нас согласно государственного контракта мы обязаны эти работы выполнить. И в принципе пока работа у нас идут по плану. Если только погода нас не подведет, но мы стараемся сделать на это и скидку, поэтому часть работ стараемся выполнить раньше срока, раньше план графика своего. На ремонт анапских дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма. Более 57 миллионов рублей из краевого и 50 миллионов из муниципального бюджета. Консолидированное финансирование позволило включить в план работ не только городские, но и максимальное количество сельских дорог. В первую очередь ремонтировали дороги по обращениям жителей глав сельских округов. Я живу в Анапске уже 17 лет. Вот эти все 17 лет дорог не было. Все было разбито, убито. Одним словом убожище. И хотелось бы выразить большую благодарность за то, что в конце концов и до нас дошла очередь, что мы не будем задыхаться в пыли. Можно будет ездить по-человечью. Ой, это очень хорошо. Ой, это даже приятно смотреть на все. Я же люблю чистоту. У меня же и цветочки растут. Особое внимание сельским дорогам. Будет отремонтировано 120 участков. Работы идут в Гостогаевском, Виноградном, Джигинском, Витязевском, Первомайском, Приморском и Субсехском сельских округах. Станица Гостогаевская, асфальтовое покрытие на улицах Кубанской, Колхозной и других. Было, конечно, тут лужи стояли огромнейшие. Даже по тротуару не пройдешь. Все время машины нас обдавали водой. А сейчас это сделали, конечно, хорошо все. Станица намного стала и краше. Конечно, все поменялось, естественно, потому что здесь было вообще сколько лет. Я здесь уже работала в школе. У нас все время было вот это вот. Постоянно после дождей просто было невозможно проехать. Не то, что там пройти. Ну, естественно, нравится. Конечно, все, особенно кто здесь живет, они очень довольны. На улице Кати Соловьяновой также произведен долгожданный ремонт. До конца года на 34 участках дорог будет завершена отсыпка общебнем 80 улиц. На шести улицах будет уложен тротуар общей площадью более 2500 квадратных метров.